Уважаемые коллеги и друзья, Москва передает самые теплые приветствия Бангкоку. Мы готовы начать наш форум Российско-Тайландского делового совета, который в этом году проходит в формате онлайн. Уважаемые участники форума, коллеги, друзья, вас всех из нашей московской студии, гостей и спикеров, присутствующих здесь лично, а также всех остальных участников подключившихся через Zoom и на просторах YouTube. Всех, кого мы видим, приветствуем сегодня. В рамках стратегического партнерства Россия-Осеан мы также вносим вклад в стратегическое развитие отношений с деловым советом Россия-Осеан. Таиланд является одной из стран-основателей Осеан и крупнейшей экономикой стран Осеан. Уверен, что деловое взаимодействие России со странами Осеан должно быть одним из приоритетных векторов развития внешнеэкономической деятельности России. В этой связи я хотел бы предоставить слово Ивану Полякову, председателю делового совета Россия-Осеан. Уважаемые сопредседатели, уважаемый посол Томихин, уважаемые участники бизнес-форума, от лица делового совета России-Осеан рад приветствовать всех участников российско-таиландского бизнес-форума, который впервые проходит в режиме видеоконференции. Как вы знаете, Россия и Таиланд и в целом Осеан предприняли активные меры по поддержке экономики, бизнеса и населения своих стран в условиях пандемии. И сейчас одним из основных вызовов является восстановление деловой активности между нашими странами, а также определение дальнейших перспектив взаимодействия. Важной задачей деловых кругов России и стран Осеан остается восстановление цепочек поставок и взаимной интеграции рынка. В этой части полагаю, что бизнес может активнее инвестировать в развитие технологий, фармацевтику и технологии больших данных. Укрепление взаимного доверия в бизнес-среде и инвестиционному климату в наших странах также остается приоритетной задачей для предпринимательского сообщества наших стран. Считаю необходимым прилагать усилия в интересах развития интеграционных потенциалов Евразийского экономического союза и Осеан с выходом в перспективе на формирование свободной экономической зоны между ЕС и Осеан. Уверен, что стратегическое партнерство России, Таиланда и Осеан в целом, в том числе взаимодействие между нашими двумя странами, будут способствовать дальнейшему подъему благосостояния наших народов. Благодарю за внимание. Спасибо, господин Поляков. Позвольте мне предоставить слово его происходительству чрезвычайному полномочному послу Королевства Таиланд в Российской Федерации, Танати Пу Патисинго. Дамы и господа, господин посол Томихин, вижу вас, замечательно выглядите в камере. Уважаемые гости, дамы и господа, Я бесконечно рад приветствовать сегодня вас всех, без всякого сомнения. Пандемия коронавируса серьезно устроена по нашим странам. Мы верим в то, что российско-тайландские экономические отношения достаточно сильны для того, чтобы преодолеть существующие проблемы и продолжить свое развитие в будущем. Конечно же, торговля между нашими двумя странами серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. Пандемия коронавируса повлияла не только на отношения между двумя государствами, но также и на то, что были прерваны отношения между представителями бизнес-сообществ, различными компаниями. Многие совместные проекты, конечно же, требуют личных встреч, а не онлайн-формата. Но, в Таиланде, мы верим в то, что кризис можно превратить в возможности, существует даже такая поговорка. Я верю в то, что мы можем использовать сложившуюся сегодня ситуацию как новое окно возможностей. Сейчас нам предоставляется уникальная возможность для того, чтобы подготовить плацдарм для того, чтобы в будущем мы могли более активно наращивать наш товарооборот, наши двусторонние отношения. Пожалуйста, будьте уверены, что посольство Королевства Таиланда в России и я лично сделаем все возможное для того, чтобы связи между нашими двумя странами развивались и процветали. Я также хотел бы выразить мою сердечную благодарность деловому совету России и АСИАН, Российско-Тайландскому бизнес-совету за организацию сегодняшнего форума, Российско-Тайландского бизнес-форума. И прежде чем я завершу свою речь, позвольте мне сделать еще несколько комментариев. Мы до сих пор продолжаем нашу работу, начатую в прошлом году. Пожалуйста, следите за всем тем, что мы делаем в посольстве Королевства Таиланд в России. Проводится множество мероприятий, которые организуются Министерством экономического развития. Уважаемый посол Томихин, в том, что мы рекомендуем авиасообщение между нашими двумя странами для того, чтобы как только ситуация с пандемией вернется в норму и нам удастся победить пандемию, мы смогли максимально быстро вернуться к нашему обычному сотрудничеству в том, что касается туризма и прочих сфер нашего сотрудничества. Более того, я уже провожу переговоры с соответствующими органами в Таиланде, потому как уверен в том, что нам нужны дополнительные рейсы из Таиланда в Россию. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас, господин посол. С удовольствием передаю слово чрезвычайно мой полномочному послу Российской Федерации в Корействе Таиланд Евгению Томихину. Звук выключен. Прошу прощения, можно звук включить? Еще раз, пожалуйста, нажмите микрофон. Все, звук появился. Слышно сейчас? Да. 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 Доброе утро, уважаемые участники форума. Дамы и господа, ваше превосходительство, посол Упатиси Тинг. Я очень рад приветствовать всех участников Российско-Таиландского бизнес-форума. Я, конечно же, хотел бы присоединиться к словам благодарности за организацию этого форума Российско-Таиландскому деловому совету. Это невероятно удачная платформа для того, чтобы мы могли развивать наши экономические связи. У нас сложилась добрая традиция встречаться летом и обсуждать перспективы развития нашей торговли, а также экономических связей. В прошлом августе у нас было несколько успешных встреч, которые позволили нам достичь поставленных целей. В настоящий момент существующая в мире ситуация с пандемией коронавируса, конечно же, перемешала наши карты, и мы вынуждены сидеть перед компьютером и удаленно обсуждать перспективы возобновления деловой активности и перспективы развития нашего сотрудничества в формате B2B. Но я уверен, что мы преодолеем существующие сегодня трудности и сделаем все возможное для того, чтобы нагнать время употребления. Таиланд – наш самый старый партнер в Сауде-Азии и один из самых крупных партнеров России в АSEAN странах. Биолетеральный трейд Тенава растет много лет. Биолетеральный трейд Тай – а также продаж на ВСР. This year, the mutual trade accounts only 1.16 billion U.S. dollars. As you know, the challenges that our economies face are also quite similar. How to stimulate the economy in the post-coronavirus world? How to accommodate different sectors of economy to the fourth industrial revolution? How to prepare the population for the digital economy and explore opportunities for better competitiveness? How to preserve values of free trade despite rising protectionism? I hope that government officials, businessmen and experts who are present today will have a productive conversation of these matters. In view of the above, the task that we are facing is to diversify the structure of experts and imports. And in the same time, we should further work on widening and already existing business links. Promising energy areas are oil and fuel, natural gas, especially LNG, as well as electric power. Possible high-tech cooperation comprises bio and space technologies, peaceful nuclear technology, IT sector and digital economy including cyber security and electronic government. in the new directions for bilateral work. Russian companies could be interested to participate in the modernization of the Thai Railways Network. As Ambassador Tanatib mentioned, a long time we discussed the problem of using Russian payment system cards, that is, mere cards, still no results, but we hope that finalization of mutual agreement would be reached as soon as possible. Russia is closely starting opportunities opening up at the Eastern Economic Corridor, which remains one of the top priorities of the Thai government. Russian companies are eager to explore such areas of potential investment in EEC, as transport, aerospace logistics, energy, pharmaceuticals and medical equipment production, advanced materials, financing, robotics. There is a big potential in increasing the trade of agricultural products after the mutual inspection, inspections of Russian meats and Thai fish producers were held last year. By the way, Thailand's investments in the agro-industrial complex of Russia are most active. CPE Foods remains the largest Thai investor to the Russian economy. At the same time, Thai capitals keep exploring new niches of the Russian economy. The structure of Thai investment in our country gradually diversifies from the sphere of services and acquires a high-tech character. It is a promising trend. Concluding my address, I would like to wish all of you good health and every success in your business activities for the benefit of the Russian Thai cooperation. I also agree with Ambassador I can achieve that we need to restart our normal flights between two countries. Too many colleagues from government mechanisms from business community looking forward to restart normal cooperation as soon as possible. I wish all of you success. I would like to express my appreciation for organizers, two organizers of this forum. And I hope that this forum would be very successful. Thank you very much. 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 Доброе утро. Большое спасибо. В первую очередь хотел бы поприветствовать и поблагодарить организаторов этого мероприятия. И, безусловно, особенные слова приветствия сказать господам послу, нашим послам и его превосходительству господину Патисинг. И, уважаемый Евгений Юрьевич, очень рад, что послы сумели тоже подключиться и придать некий статус дополнительным нашим мероприятиям. Таиланд для нашего министерства имеет особое значение. Прежде всего с той точки зрения, что наш министр Денис Валентин Шмантуров возглавляет российскую часть межправительственной комиссии, российско-таиландской смешанной комиссии по двустороннему сотрудничеству. И это на нас накладывает некие обязательства смотреть немножко шире наших прямых компетенций на развитие двусторонних отношений, не ограничиваться только промышленностью и торговлей, а иметь такой очень обширный кругозор. Безусловно, как уже было сказано, пандемия внесла значительные коррективы в развитие двусторонних отношений. И не только между Россией и Таиландом, наверное, все страны мира оказались подвержены влиянию этого нового вызова. Но, как уже было сказано, господин посол Таиланда в Москве сказал, что это не только риски, но это и новые возможности. И действительно мы можем сказать, вот как минимум на примере проведения таких видеоконференций, что цифровые технологии, новые технологии в сфере коммуникации, телекоммуникации уже совсем по-другому будут восприниматься после пандемии. И, наверное, может быть, большую роль играть такой формат общения будет в наших двусторонних тоже отношениях. Это абсолютно полностью соответствует требованиям современного мира. И в целом цифровизация или диджитализация, наверное, является одним из потенциальных сфер наращивания сотрудничества между Россией и Таиландом. О чем, кстати, в начале уже Иван Галяков тоже сказал. Наша задача, как государственные структуры, как части правительства, безусловно, обеспечивать некие условия для того, чтобы деловые круги могли успешно взаимодействовать. Прекрасно понимаем, что товарооборот, взаимные инвестиции, продвижение проектов – это, прежде всего, заслуги непосредственно бизнеса. И здесь мы должны сообща работать с нашими таиландскими коллегами как по линии профильных ведомств, так и в целом, как я уже сказал, в рамках межправительственной комиссии с тем, чтобы выявлять и устранять какие-то препятствия, барьеры в двусторонних отношениях, помогать находить новые ниши, новые точки взаимного интереса. Уже было сегодня неоднократно сказано про наш очень многообещающий проект по использованию платежной карты «Мир» в Таиланде. Это не случайно, еще об этом будет говориться. Финансовая сфера, финансовая инфраструктура двусторонних отношений все больше и большую роль играет в современных реалиях. В том числе, это речь идет и о прямых корреспондентских отношениях между банками, это и различные роды механизмы использования в национальных валютах в своими расчетах. И, конечно же, в этом плане мы тоже подаем большое значение диалогу между нашими центральными банками в рамках соответствующей рабочей группы, которая также действует в рамках МПК. Когда мы говорим о взаимовыгодном сотрудничестве между нашими странами, о том взаимодействии, которое отвечает интересам обеих стран, я хотел бы подчеркнуть, что мы имеем в виду и подразумеваем под этим не просто поставки российской продукции в Таиланд или таиландской продукции в Россию, хотя, безусловно, торговые отношения в классическом, наверное, таком восприятии имеют большое значение. Но речь идет о том, что мы можем действительно во многом помочь друг другу в наращивании собственных компетенций. Если там уже было сказано про Евгений Юрьевич, про участие нашей компании, перспективы участия в модернизации транспортной инфраструктуры Таиланда, например, железнодорожной сети, речь может идти о модернизации систем управления воздушным движением аэропорта, аэропортов, в частности, Утапау, большой вклад можем внести в развитие общественного транспорта, городского транспорта в Таиланде. То есть мы говорим о том, что речь уже выходит за пределы просто поставок продукции, а речь уже идет о налаживании каких-то долгосрочных кооперационных связей, предполагающих и подготовку специалистов, и послепродажное техническое обслуживание, и передачу каких-то технологий, и даже, возможно, это локализация какого-то производства. Сейчас конкурентный рынок, а Таиланд, безусловно, страна, в котором пересекаются интересы ключевых ведущих игроков в области промышленности, если мы сейчас говорим о промышленности и высокие технологии, то здесь крайне важно предложить партнерам, и мы к этому стремимся, действительно комплексное решение, заинтересовать именно тем, что мы приходим надолго, и мы приходим с тем, чтобы помочь нарастить собственные возможности и диверсифицировать свою экономику. И наши компании к этому готовы. У нас есть очень много примеров, уже все больше и больше, когда наши российские производители открывают центры послепродажного обслуживания, в случае с Таиландом, примером может быть, вертолетная сфера, сфера авиационная, когда наши предприятия открывают сборочные производства, обучают персонал, делятся технологиями, все это, безусловно, применительно к Таиланду имеет самое непосредственное отношение. И в завершении хотел бы сказать еще раз, что мы всячески готовы к плотному взаимодействию с деловым советом, с бизнесом для поиска новых направлений в условиях постпандемии и готовы всегда прислушиваться к мнению бизнеса с точки зрения выстраивания нашего взаимодействия с Таиландскими ведомствами, с Таиландским правительством. Большое спасибо. Спасибо большое. Позвольте предоставить слово директору департамента многостороннего экономического сотрудничества в официальных парнях Министерства экономического развития Российской Федерации, Наталья Ставран. Дорогие коллеги, уважаемые коллеги, рады видеть всех дистанционно. Это огромное honor для меня увидеть, дорогой мистер Барченко и Иван Поликов, инвестор Танатин и инвестор Томихин. Это огромное приятно увидеть вас даже в онлайн. И позволите мне приветствовать вас на этой встрече и express my sincere gratitude to the organisers of the first ever held in the history of our relations between Russia and Thailand, online business forum, and for opportunity to address you here today. As the previous speakers have already said, we faced big difficulties and challenges, and COVID-19 pandemic has caused a sharp drop and influenced our bilateral trade and turnover. I won't repeat the numbers which were already mentioned today, but on behalf of the Russian side of the Secretariat of Joint Russian Thai Commission on Bilateral Cooperation, I would like to ensure you that we will do our best to correct the situation and to come back to the numbers, and even bigger numbers than existed before the crisis. Still, it's very encouraging for me to see the list of speakers for today's event, and first of all, representatives of business circles during this unprecedented period. Thank you, everyone, for this eagerness and readiness to improve our bilateral relations. For us, it's yet another confirmation of the genuine will of the peoples of our countries and business communities to work jointly and integrate into new post-COVID business conditions. On behalf of the Secretariat of the Russian side of the Joint Russian Thai Commission on Bilateral Cooperation, GIC, as well as the Russian side for the Sub-Commission on Trade and Economic Cooperation, we here in the Ministry of Economic Development pay special attention to the opportunities already mentioned by Ambassador Tomihin in different areas of our bilateral economic cooperation. Moving in line with the wishes of our distinguished Thai counterparts, we agreed to postpone the GIC meeting and expect that the eighth session to be hosted in the first half of 2021. But at the same time, it's very important to keep conflict and... Uh-huh. Problems? Hello? Okay. As for the Sub-Commission meeting, we assume that we have to join our efforts with the Ministry of Commerce of Thailand and make it happen by the end of this year. Our ministry, Ministry of Economic Development, also closely cooperates with Thai colleagues from the Ministry of Commerce of Thailand on several tracks. The coordination of our updated inter-ministerial memorandum of understanding with the Ministry of Commerce of Thailand is in full swing. And we hope that we will finalize the document and present it to our leaders and bosses. The document is being designed to lay the foundation for all-around promotion and includes initiatives generated by national business circles in such areas of cooperation that, from our point of view, have the highest potential for development. For instance, we can highlight ICT, or cyber security, which was already mentioned by Ambassador Tomihin, and digital economy, agriculture, urban environment, such as smart city technologies, financial sphere, all sorts of investment activities. In our work, we try to proceed from the unhonest and impartial assessment of the prospects for the development of a particular area of bilateral cooperation, as well as specific projects. With a cool head, very head, and clear hands, we treat the responsibilities assigned to us as a kind of bridge between authorities, between government and business, and we are ready to fulfill our responsibilities. Another sufficient part of our job, along with intergovernmental commissions and their working bodies that we attach great importance to is either organizing or supporting the conduction of side events under the auspices of the Ministry of Economic Development. We have successful experience in organizing Russian business mission to Thailand, which took place in February 2018, and truly looking forward to hosting Russian-Thailand Business Forum, which is to be held on the sidelines of the next sub-commissioned meeting in Moscow. Let me once again reassure you that we pay full attention and deep gratitude to the organizers of today's event, and probably to conclude my intervention, I would like to address our Thai partners and business partners and to inform you that the situation in economy, in Russian economy, is stabilizing. We are overcoming the crisis, and I would say that the results of the governmental measures prove to be very efficient, and from behalf of the Russian economy and from our ministry monitoring these anti-COVID measures, I would like to ensure you that all our promises and all our businesses are ready to be fulfilled and to continue close and fruitful cooperation with Thai partners. At this moment, I would like to wish all the best and success to the current forum, and thank you again for the opportunity to talk today to you. Thank you very much. Thank you very much, госпожа Стопрам. I would like to thank you and give a word to the director of the Department of Development and Integrations of the European Commission of the European Commission Goar Barsigyan. Please. Thank you very much. Good morning, dear friends, of the Russian-Tailant Business Forum, I would like to thank you деловой совет России-ASAM, российско-таиландский деловой совет ТПП России и Федерацию промышленности Таиланда за приглашение принять участие в сегодняшней дискуссии, которая вынужденно проходит в видеоформале. Хочу сказать, что Евразийская экономическая комиссия поддерживает проведение подобных мероприятий и с радостью я приняла приглашение в выступы. С королевским Таиландом нас связывают добрые и прочные отношения. Еще два года назад в Бангкоге Евразийская экономическая комиссия формализовала отношения с правительством Королевства и с меморандумом о сотрудничестве. Тогда, в 2018 году, мы создали хорошую площадку для углубления торгово-экономических контактов Таиланда со всеми странами Союза. Особенно это может быть интересно тем государственным членам ДИАЭС, которые не имеют с Таиландом соответствующих двусторонных механизмов сотрудничества. Например, межправительственная комиссия и других форматов сотрудничества. В формате меморандума возможно обсуждение более широкого круга вопросов, чем это подразумевает переговорный процесс о ЗОСЛ. Многие из них мы обсудили в ходе первого заседания совместной рабочей группы по взаимодействию, которая состоялась в прошлом году в Москве. В этом году мы планировали провести второе заседание рабочей группы в Бангкоге, но, к сожалению, из-за сложившейся ситуации не удалось. И, возможно, мы проведем его по аналогии с сегодняшним мероприадем в формате видеоконференции. Механизм нашей совместной работы это реальная возможность вовлечь в сотрудничество представителей деловых кругов. В рамках первого заседания рабочей группы на площадке ДПВ России в 2019 году Паралевский Таиланд уже делала презентацию своего экспортного потенциала для деловых кругов ЕАЭС. Когда ситуация сложившаяся улучшится, предлагаю подумать над проведением полномасштабного бизнес-форума ЕАЭС Таиланд при активном подключении делового совета ЕАЭС, делового совета России ОСАН, бизнес-кругов наших стран и Королевства Таиланд. В марте и в октябре 2019 года комиссия посетила делегация государственных служащих торгово-экономического и оборонного блока правительства Королевства Таиланд во главе с генералом Королевской армии Таиланда. Хочу отметить, что интерес к сотрудничеству с Евразийской экономической комиссией мы ощущаем не только с тайской стороны, но и отгубит государств региона Юго-Восточной Азии, а также от организации экономической интеграции в регионе. Еще в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума был организован деловой обед с участием широкого клуба официальных представителей и бизнес-сообществ ЯС и ОСАН, посвященный сотрудничеству деловых кругов двух интеграционных объединений. В ноябре 2018 года в Сингапуре в рамках саммита Россия-ОСАН председатель коллегии ЕГ и генеральный секретарь ОСАН подписали меморандум о взаимопонимании по экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и ОСАН. Документ позволил наконец-то формализовать взаимодействие в формате двух интеграционных объединений. 21 мая 2019 года состоялась рабочая встреча председателя коллегии ЕГ с послами государственных ОСАН в рамках делового ужина. Организована при активном содействии делового совета Россия-ОСАН. 10 сентября 2019 года в Бангкоке на министерском саммите ОСАН в рамках восьмой встречи министров экономики Россия-ОСАН официально донстарт программы сотрудничества ЕГ ОСАН на 19-20-е годы, которая довольно хорошая площадка для углубления сотрудничества между двумя интеграционными объединениями. Мы были рады организовать опять же совместно с деловым советом Россия-ОСАН семинар больше, чем для 50 старших должностных лиц всех 10 стран ОСАН и секретаря ассоциации в декабре 2019 года в Москве. Тогда у нас была возможность детально обсудить наши интеграционные повестки. Сигналом для активизации диалога стала также встреча председателя коллегии комиссии господина Мясниковича с генеральным секретарем ОСАН февраля 2020 года. Помимо обстоятельного обмена мнениями по вопросам углубления взаимодействия было установлено пролонгировать программу сотрудничества на новый период возможно до 2025 года. Таким образом налицо широкомасштабное взаимодействие в масштабе всей Евразии контуры которого я уверена сегодня будут обсуждаться здесь на этой площадке. Хотела еще раз поблагодарить за организацию сегодняшнего мероприятия и за приглашение. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас господа Барсигян. Большое спасибо всем почетным гостям за теплые слова и предлагаю начать Российско-Таиландский бизнес-форум. Передаю слово модератору форума исполнительному директору Российско-Таиландского делового совета Константину Тарасову. Пожалуйста, Константин. Благодарю вас Валерий Георгиевич. Уважаемые участники Российско-Таиландского бизнес-форума. У нас сегодня очень представительные докладчики. Мы постараемся осветить большое количество отраслей для развития торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Мы понимаем, что у всех очень напряженный график и очень просим всех докладчиков быть динамичными и следовать регламенту выступления. Я хочу передать передачу к куриным Таиландского бизнес-канцол Мистер Кринкрай Тяннику. Мистер Кринкрай, вы велика. Мистер Кринкрай, Мистер Кринкрай, Кринкрай, Сергей Носов, Мистер Департамент Азия, Африка, Латин Америка, Минстер Минстер Индус и Трэй и Трэй и Руссион Федерация. Мисс Наталия Старпан, Делектора Департамент Мультиволитерал Экономик Корпорации и Специал Прочек, Минстер Экономик Деволомент и Руссион Федерация. Мисс Наталия Танатип Убадаслин, Аббасадар Экстра Ордин и Пенни Потенчай of the Kingdom of Thailand to the Russian Federations. His Excellency, Mr. Евгений Томикен, Ambassador Extraordinary and the potential of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand. Mr. Ivan Priyakov, chairman of the Russian-Asean Business Council. Mr. Walale Bacchengo, chairman of the Russian-Thai Business Council, distinguished guests, all participants. It's my great pleasure and honor to take part of the Russian-Thailand Business Forum today. The main topic of the forum is to determine the best way of rehabilitation of the further development and the trade economy and the investment cooperation between Russian Federations and Thailand. In the first half of this year, 2020, Thailand shipped about 340 million US dollars of goods to last year, which has dropped about 25 percent compared to 2019 export volume. In the same way, Thailand's import volume from Russia is decreased by 17 percent to 854 million US dollars due to the effect by the epidemic of the COVID-19. In terms of the trade relationship, the main import from the Russia are crude oil, fertilizers and steel, white island export automotive and parts, rubbers and bridges stolen to Russia. Anyway, the total bilateral trade had continued to slow down for the last couple of years as a result of ongoing international trade tensions and oil prices. For the COVID-19 situation in Thailand, now the center of the COVID-19 situation administration rolls out Phase 6 and the reopening this week. Easing policy consists of, first, allowance migrant workers in construction field, food industry. Second, visitors to join the trade exhibition fair. Three, foreigners involved in the firm production. Lastly, members who held Thailand's elite charge scheme. Thank you. I'm in charge of the chairmen of the COVID, post-COVID-19 Working Group Committee of the Federations of the Thai Industry. We prepare a recovery plan to boost the grassroots economy and rebuild industry through a local economy scheme to cope with the coronavirus outbreak. The recovery plan covers 11 clusters from Fortify Industry Club. Including target industry under the S-curve scheme to promote Thailand products through the Made in Thailand policy. From this pandemic causes by the supply chain problem, we can see the opportunities of the Russians to invest in Thailand, which can enjoy benefits from the government support programs such as VOI tax holiday made in Thailand policy, which can earn more benefits and the government contract. This following are highly potential business target industries. Digital industry, 5G technology will speed up the emerging of the digital industry in trading and services as the numerous increasing in e-commerce, online business and the work from home and also with the cyber security. I think that this area, I know that the Russians have a very capable in many areas of the digital industries. Health related industry, because of the COVID-19, healthcare will be more demand, which leads to the need of developing health and related industries. Medical equipment and the supply industry is a good opportunity to enter the segment of the higher level after this outbreak to produce Thailand type brand medical equipment and supplies. And not just only that, but we also thinking about the pharmaceutical and also the drugs. And I just had read about the articles of the in the past news of the Moscow on the July 15th. Congratulate that now the Russians have to have the coronavirus antivirus 19 drug. That is the first drug in the world. And logistic industry. Delivered goods and delivery service never be more important for both online and offline. I think that this is, we have to see that the area that we can have the application for managing how to do the logistics. That we have to cost out and more efficiency. For the logistic industry, developing logistic to empower in many works. During COVID-19, many universities have developed robots to help to work for the doctor and nurses. Bioeconomy industry, bio-related industry will build up value for our agriculture, which is our backbone, which cover food and supplements, biofuels, medicals and herbals and other related industry. Now, I think that the COVID-19 situation in Thailand will be positive. After this, it will be a challenge time for the businessmen and industry to adapt the new normal way. Lastly, we must look for the new business channel and be well prepared to control a widespread transmission of the unexpected disease in the future. Lastly, I see a positive side of the strong collaboration between Thailand and Russia and opportunity for the Russia to do the business of finding partners of all the joint venture, as well as investing in Thailand, especially in the sector mentioned earlier. Since Russian technology is widely accepted as high quality and competitiveness among other countries. On behalf of the Thai-Russian Business Council, we are ready to pay the active loan in ringing businesses' networking between both countries and reaffirm that the commitment to cooperate with the Russian Thai Business Council to strengthen bilateral trade and investment. It's a long line. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Krinkrai for so detailed speech. Thank you very much. Thank you very much. . . Channel 4 and a. . . . . . . В результате ограничений негативного тренда в торговле значительно сократился. Но при этом у России и Таиланда еще остается огромный неиспользуемый потенциал для увеличения товарооборота между нашими странами. Сегодня на нашей площадке выступят представители отраслей, которые, по мнению Российско-Тайландского делового совета, могут стать локомотивами именно такого роста. В частности, в автомобильной отрасли. Учитывая развитый рынок автомобильного транспорта в России и высокий потенциал динамично развивающегося производства автозапчастей, комплектующих в Таиланде, мы видим возможность для дальнейшего развития прямых контактов между крупными российскими дистрибьюторами автозапчастей и ведущими производителями автокомпонентов в Таиланде с целью организации масштабных поставок в Россию, что может и должно стать одним из факторов роста товарооборота между нашими странами. Огромными перспективами обладает сотрудничество в области сельского хозяйства и продуктов питания. Я говорю не только о торговом сотрудничестве, но и о цифровизации этой торговли. Современные цифровые технологии позволяют осуществлять торговлю сельскохозяйственной продукцией на онлайн-платформах, сокращая логистические цепочки и дающие возможность прямого выхода на российского потребителя. Презентацию этого проекта нам предоставит представитель AgroWall Trade, который успешно развивает данный проект уже во многих странах Азии и Китая. В нашем бизнес-форуме также принимает участие представитель Ханты-Мансийского автономного округа. Они подробнее расскажут об инвестиционном потенциале региона. Россия обладает многими конкурентными преимуществами на мировом рынке. В частности, российские предприятия являются лидерами в области энергетики, деревообработки, химической промышленности. Нельзя не упомянуть широкие перспективы сотрудничества в сфере IT и безопасности. Компании из России обладают высокой квалификацией и компетенцией в реализации стратегических и инфраструктурных проектов. И, учитывая серьезные планы Королевства Таиланда по модернизации транспортного и дорожного сообщения, российские компании готовы принимать участие в данных проектах. Полагаю, целесообразно будет рассмотреть возможность упрощения доступа российских компаний к участию в тендерах Королевства Таиланд путем создания единого портала с публикацией тендерной информации на английском языке. Базу для такого портала мы надеемся предоставить на основе Тайско-Российского делового совета и, соответственно, Российско-Тайского делового совета. Отдельно хочу сказать вам о столь важной для всех нас отрасли о туризме. По итогам 2019 года российские граждане совершили 45 миллионов поездок за рубеж. Таиланд принял почти 40 миллионов иностранных туристов. Сейчас при закрытых границах Турсийская отрасль несет катастрофические убытки. Я надеюсь, представители Турсийской отрасли сегодня также поделятся своим мнением о том, что можно сделать для поддержания туриндустрии. Я говорю не только о проектах внутреннего туризма, но и о возможном создании неких зеленых коридоров для туристов, о возможных соглашениях между нашими странами, об особом привилегированном положении наших граждан при рассуждении заграничных поездок в Таиланд. Не будем зомбать о том, что по данным тайской стороны, российские туристы оставили в стране более 3 миллиардов долларов в 2019 году. Также хочу обратить внимание наших тайландских партнеров, заинтересованных в увеличении товарооборота. Что российские предприятия достаточно активны за рубежом. По нашим данным, одним из основных сдерживающих факторов развития торговли со стороны предприятий среднего и крупного бизнеса является законодательное требование мажоритарного большинства для тайландских резидентов и меньшинства для иностранного участника при создании совместной компании. Здесь мы должны попытаться найти механизм регистрации торговых компаний-резидентов Таиланда с контролирующей долей российских участников. Для компаний, инвестирующих в Таиланд, есть согласованная процедура с участием БИОИ, Бюро инвестиций. Она всем понятна. По такой же процедуре возможно ли регистрация торговых компаний? Здесь мы хотели бы разобраться более подробно. К нам поступают запросы и от компаний по централизованной закупке фруктов и продуктов питания, которые хотят экспортировать товары в Россию, и от компаний, которые хотели бы самостоятельно реализовывать продукцию, например, деревообрабатывающей промышленности, бумага, фанера, плиты, через свои торговые дома на территории Таиланда. Внедрение такого механизма позволило бы российским экспортерам чувствовать себя уверенными и защищенными на рынке Таиланда. Большинство людей приезжают в Таиланд отдыхать, но среди этих туристов есть большое количество талантливых менеджеров, видящих возможности торгового сотрудничества и расширения их географии торговли. Лучший рычаг для увеличения взаимной торговли – дать им такую возможность. Мы отправим соответствующий запрос нашим виз-за-ви в Таиланде с просьбой проверить наличие или возможности создания такого механизма. Спасибо за внимание. Я желаю продуктивной работы всем участникам на этом форуме. Благодарю вас, господин Барченко. Продолжение следует... Доктор Рачани Ватанови Ситполь Доктор Рачи 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 So far, we already have 13 partner countries, with 7 of those, we have cross-system integration so far that all of our neighboring and partnering countries like Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, and some others, they already have integrated their local payment schemes with ours, and we have cross-system acceptance. Their cards can be accepted in our country, our cards can be accepted in their countries. And we definitely have the plans of achieving the countries where Russian people, Russian citizens used to go for their vacations, or on business, or where they have some property and used to live. So far, our next plans for the years 2020 and 2021 is to move and have good acceptance network in Kazakhstan, in Bulgaria, in United Arab Emirates, who will increase our presence, which is already good in Turkey, and certainly Thailand is number one, is number one in this list. Next slide, please. When we go to the other destinations, to the other geographies, we understand that we can offer a valuable alternative to other payment schemes in terms of conditions, pricing, products, and growing customer partner base. We have real technical leadership and still support all the international standards, which makes incorporation of our cards in existing networks easy and convenient. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. This is about Thailand now, and we understand that it's more than 1.2 million people. Some reports say 1.4 million people, Russian tourists, that visit Thailand every year. And even now, in the pandemic situation, we believe that it will restore quite quickly and Thailand will be one of the first destinations where people will definitely move once the coronavirus barriers are coming. Next slide, please. Next slide, please. And we see that we are trying to get to this market, and we're trying to achieve practical steps with the Thai banks for more than three years now. And we are working with Kasi Korn Bank, Siang Commercial Bank, and Bank of Bangkok Bank. And we really need to state that so far we face quite a slow progress and lack of real active actions from the Thai banks. And the reasons that they provide us why this is not really going faster than it really is, in reality, they say that there are some bureaucratic reasons with permission from the Bank of Thailand to arrange the project. There is lack, sometimes it's lack of resources and budget, and we're ready to help with that situation. There are certainly sanction issues, which probably are the most complicated to resolve for us. And now it's one more issue, which is COVID-19, which we believe will soon be over. But saying that, I would like to emphasize, next slide, please, that we really, as MIR, we have a very strong need to increase MIR project priority in Thailand. And we need, we ask for the Thai Bankers Association support. We need Thai Bankers Association support to accelerate this project in order to start MIR card acceptance to the next tourist season. We really have this request and we address all the present who are on this forum to understand how important it is. And really, cards, Russian National Payment Scheme cards that represent now more than a quarter of the payment market in Russia. This is really a valuable addition to all the payment methods that the Russian tourists will use. And this will also add to a cross-country settlement in currencies, local currencies. And it will really be a very good input into the development of Russia-Thai cooperation altogether. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Komlev. I hope the project will get further support and an impulse in its development. Next, I can say that with a great pleasure, I would like to give an ex-flow to the big friend of Russia, Mr. Vikram Karmadit. Mr. Karmadit, you are welcome. Yes, thank you. Thank you. So, now I am on the screen and would like to say that it is my great pleasure. That I have a chance to join in with this seminar. I really appreciate that, you know, I have a very good experience with Russia. You know, as the, in the, in the old days, I would say that the, I have been doing the business with Russia since 1982. You know, we import that the, 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 the tuna, the frozen tuna, you know, to Thailand. And of course, we are very successful even in those days that the business we have been done with Russia. And of course, uh, what I really concern is our history. You know, since Russia and Thailand, we have a very long term history and relation. You know, I went to the, uh, St. Petersburg into the room that our King, Lama V, you know, what visits there, you know, uh, is the places that, uh, is the history between really Thailand and Russia. Uh, so I would like to be said that, uh, Russia and Thailand is the, uh, will be going to have a good relation. You know, since the history between our two countries is so smooth, you know, we, uh, always cooperate. We never have any conflicts, you know, uh, we are always go together. And then, uh, if you see the next slide, please. Yeah. Uh, you may see the next slide. Uh, uh, yeah, the next one that you can see my, my slide. Uh, can you see, can you, can you click, uh, my next? Yeah. 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 Right. If you're looking by our, that we have been, you know, uh, uh, signing corporate, uh, you know, uh, you know, with the Kun Iwan, you know, the chairman of the ASEAN, uh, Russia, ASEAN, you know, and then Kun Engdrej. Uh, the, 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 the director general of the association of development of caster and technology park of Russia. Uh, that is the thing that had been done, you know, since the, uh, 2019 and 2020. Uh, this is the first, the first corporation. Uh, I would say, uh, uh, it happened into the Thailand to be have the Russian city, you know, uh, which we would like to really start in our, the Amata city. Uh, as you, you may know that the Amata city, uh, is already have been done over 30 years in Thailand. And we have been, uh, uh, occupied, you know, the, uh, over 11% of the GDP in Thailand. May I have the next slide, please. Yeah. Uh, you may see our location, you know, if you are in Thailand, you may see, this is our location. We are only about, uh, uh, 20 some minutes from the airport, you know. Next, please. Hmm. Uh, next. Yeah. Uh, next slide. Yeah. Uh, next slide. That is our location that we are planning to put a Russian smart city. Yeah. Next slide, please. Yeah. Yeah. And yeah, this is our, the, uh, today we do have, uh, about, uh, you know, uh, the 100, 1400, the factory here as of today. And of course we, uh, occupy already developed, uh, about 100 square kilometers. And then, uh, in the future we are looking about the 500, uh, uh, square kilometers with the 1 million population. Next slide, please. Hmm. Uh, we can be, uh, uh, that, uh, uh, expect that next slide, please. Yeah. Uh, if you can see next, next, please. Next slide, can you? Yeah. Uh, well, what you ever can see here, uh, I would say that we are really looking forward, you know, to be corporate, uh, with our Russia, uh, partner to create the Russia city in ASEAN, you know, uh, and then of course, if you would like to have more information, please, you know, contact to, uh, Kunlina, uh, who is the chief investment officer. And, uh, Kunolapat, you know, he's the head of that. I'm really, uh, appreciate that I, I have a chance to join with yours, the, 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 the seminar. Uh, and I really wish that in the very near future, we can be working and start, you know, our corporate, uh, on a Russian smart city very soon. Uh, we are, Thailand is welcome. Our Russian friend, uh, come to work with, uh, in Thailand for the international mark in the Amata. Thank you. Spicy bo, spicy bo for everyone. Thank you very much, everyone. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much, Konkramadit. Thank you. It's, uh, just words from your heart. It was very warm to hear it. Thank you very much, everyone. Uh, I'd like to give a next floor to the first president, first vice president of Export-Import Bank of Thailand, Mr. Anuchid Vitaeبحalarıinanon. Please don't ummm. Thank you very much. Thank you very much, H cowboy. I'd like to give a next floor to the first vice president of Export-Import Bank of Thailand, Mr. Anuchid Vitaai run on, Субтитры делал DimaTorzok 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 and to supply globally. While we did it very quickly, we already finalized a number of testing stages, already supplied Russian hospitals, and already started the supplies abroad. So we also would be glad to cooperate with Thai partners, including the potential localization matters. And thirdly, and this is a prospective and very currently relevant topic, is the vaccine. Russia has been one of the leaders in developing the vaccine, and RDF, together with portfolio companies, has been investing and helping to develop vaccine in several partnerships. One of them is Gamalea Institute, which was one of the leading microbiology institutes in Russia, with over 20% of history of vaccines development, and they have already created the vaccines against Ebola and MERS. So, together, in partnership with a number of Russian institutions, Gamalea Institute, we have developed the vaccine, which is being tested right now, and we are glad to, we will be glad to cooperate with Thailand in terms of potential testing, as well as potential localization in the future. RDF is also involved in some international efforts, including the Russian part of the partnership with the vaccine development of Oxford Institute and AstraZeneca, which also has a very good potential, and again, we will be glad to cooperate with Thailand. So, we hope that international cooperation that we are trying to establish and have already succeeded in a number of regions in the world would give a stronger new push for a relationship between Russia and Thailand. and we will be very glad to cooperate. Thank you very much. Secretary General of the Association of Thai Software Industry, Ms. Yawadi Saikwai. Ms. Yawadi? Yes, thank you very much. Yes. Yes. The organizer gave me only three minutes, right? I try to manage in a timely manner. Yes. Our association is can I have the presentation slide, please? From the organizer. Okay. Actually, we are the 21st years of SAWARE Association in Thailand. We have gathered or together around 400 member now in Thailand. And let me introduce a little bit about the expertise of our SAWARE Association in Thailand that we have the main expertise in the six main area which is the industrial and factory software solution and learning software solution and hospitality software solution and wholesale software solution transportation and logistic software solution and artists are the backbone and business and general software solution. So now the community that is the customer that is under the networking of the association of Thai software association is around 250,000 something in Thailand now. So let me share a little bit as our association has developed mostly as a backbone software business software solution and we can find that in the Thailand software market now there is still the big gap and okay it seems to be the big opportunity as well to the digital mindset of the users in Thailand so not only develop the software itself but our mission of the association is to do about the people transformation we have the many projects to develop for the digital mindset for the people transformation too I would like to share this because in Thailand nowadays for the entrepreneur for the company in Thailand I think there are still some big effort this so this is the mission of the association and now we focus on the pre workforce development in terms of the people development by using the software solution to digitize each of them yes and we focus on pre workforce we focus on the digital workforce and also we try to develop for the expert expertise expert who has the expertise in the various fields and now around 200 experts to help to digitize each part of the society in Thailand yes next next page please next other page please yes I would like to share a little bit about our key events of our association we have the flagship event as a Thailand software fair this is the annual flagship and I would like to invite the Lachian who may have interest to explore more about the software situation in Thailand we invite you to join as our annual flagship of the association of Thai software industry this is the Thailand software fair yes and other we also have the collaboration with the have the great support and opportunity from and we will be part of the try to digitize the industrial software solution to serve the company in the industrial estate as well yes one thing I would like to mention about the last year I have the opportunity and support by the BOI Board of Inventment Thailand to visit last year and share about the investment opportunity in Thailand about ICT at that time I have the chance to visit the Technopark I can see many innovations there and I hope that this is one of the opportunities that we can explore more in the future for adopt the technology technology from your Technopark to apply in the Thai local market one of the solutions that I can see is that some medical tools that help for the handicap I'm sorry I cannot remember the company clearly but I think this is one of the good samples of the solution that we can make more collaboration together so and the last page I would like to just exchange the situation now in Thailand that under five S curve of the government of Thailand behind those five S curve which one of them is the digital economy and the digital economy as also already mentioned about biotech aquitech food tech care tech logistic and retail tech behind those business domain we have the tech domain under association of Thai software industry to support those industries so this is all about our association and I hope that we can create some kind of business matching like many other countries from Australia from Japan and come to visit us from Taiwan and make some collaboration and exchange for the technology and try to adopt more technology together one last thing about the cybersecurity if talking about Latin people nobody don't know about the famous about the cybersecurity right in Thailand we have the top award for the innovation in terms of cybersecurity solution and anywhere we still need for the technology adoption and technology exchange for the cybersecurity formula chain as well so this is sharing some idea how to exchange and create more collaboration together in the future and if you would like to explore more about the local software industry please contact to me to our association ATSI thank you very much thank you very much thank you thank you thank and and more we we iv Структура лесных насаждений, Россия – это буряльные леса с достаточно сложными климатическими условиями, страна Осян – это, конечно, тропические леса. Поэтому у нас есть большие возможности для организации взаимной торговли и обмена по этому направлению. В частности, в России импортируются в основном изделия мебели из таких экзотических для нас видов древесины. В страны Осян и Таиланд поступают традиционные виды продукции из России. Это в первую очередь продукция, связанная с целлюлозой и бумагой, а также небольшой объем пиломатериалов и фонер. Так как времени очень мало, я бы хотел остановиться буквально на двух моментах. То, что последствия COVID-19 еще не всеми до конца осознанны, и как долго будет продолжаться данная эпидемия. Тем не менее, совершенно понятно, что вопросы, связанные с экологической повесткой, с мерами адаптации к изменениям климата, они никуда не ушли, не уйдут и будут становиться все острее. Это касается и вопросов охраны окружающей среды, и защиты океанов от пластиковой упаковки. В этом направлении, я знаю, в частности, в королевстве Таиланд приняты достаточно жесткие меры на государственном уровне. Поэтому мы, как холдинг, поставляем не только бумагу, но и готовые решения по бумажной упаковке, по организации производства бумажной упаковки. Мы производим достаточно целлюлозой бумаги, чтобы заместить миллиарды пластиковых мешков. И считаем, что это будет, с учетом важности экологических вопросов, одно из решающих направлений сотрудничества России, Таиланда, других стран Асиан, и компаний Сибежгрупп, которые я представляю. Небольшие цифры для нас страны Асиан по продаже бумаги, это порядка 45 тысяч тонн в год или 12% от нашего экспортного оборота. Это достаточно хорошие объемы. Мы рассчитываем, что вот с учетом тех экологических процессов, приверженности исполнения Парижского соглашения наших стран, мы будем успешно двигаться в этом направлении. Я ставлю все свои контакты организаторам, чтобы мы могли с заинтересованными коллегами более подробно обменяться информацией. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Иванов. Я прошу прощения, у нас возникла техническая проблема с вашей презентацией. Хочу сказать, что по итогам бизнес-форума презентации всех участников, которые выступали, которые свои презентации предоставили, будут направлены зарегистрированным участникам. Поэтому я надеюсь, что все зарегистрированные участники увидят вашу презентацию в конечном итоге. Благодарю вас. Мы сейчас начнем блоке автомобильной индустрии, и я бы хотел бы дать вопрос к head of Foreign Affairs, автомобильной индустрии клубы Федерации Тай-индустрии, Мисс Дуанг Чай О'Дэн. Мисс Дуанг Чай? Да, все слышно? Да, мы можем слышать. Спасибо. Здорово и Muy cage, и господи. frustration, к нам. Здорово и господи. Я о���rijон Pfizer, развлеживающейся автомобильной индустрии. Association would like to share you on our Thai automotive situation and how it's COVID have impact. So I would like to start on my first slide on the production, car production. So for Thai automotive industry we have planned the production target around 2 million cars per year but due to COVID we have reduced our target to about 1 million instead. As you can see that our production from May 2020 is about 56,000 which have a decrease from May last year about 69 percent and also our production for export also decreased about 61 percent and also our domestic sales about 76 percent. But in the other hand our production have increased in April about 126 percent due to most of the manufacturer has reopened and resumed the production line and the amount of car production for the whole January to May is about 500,000 units which is a decrease from the same time last year about 40 percent. Next slide. On our domestic and export production for our car production export in January and May have about 303,000 units which is about 56 percent of our whole production. So it's a decrease from the same time last year about 35 percent and our car production for domestic sales from January to May is about 230,000 units which is 43 percent of our overall production. Next slide I would like to share you about our car domestic sales from January to May is about 270,000 units which is a decrease from the same time about 38 percent. Next slide on our CBU export. Our export from January to May also about 300,000 units also a decrease about 35 percent as compared to last year and this is all due to our economic slowdown from the regulation to control the pandemic such as during the lockdown and economic activity reduction in the international market. So now I want to move to discuss about the impact that Thai automotive industry have due to COVID. First of all is that from the deceleration of our market activity and our supply chain especially to our auto parts resources especially in the free zone area have caused our production plan and auto part assembly to become slower than usual and the number of customers also decreased to by any vehicle and secondly is due to our circulation that we cannot reach our target as I already mentioned that we have to reduce our production whole year production so our manufacturer has to bear the burden of the increase their inventory and so they need to find the financial support from the institution to overcome their working capital and also worker have to be laid off due to lack of our financial supply to continue hiring and also hardly that we cannot train technical workers during social distancing period some of the worker have to do multi-functioning as there's no employment to do that position and our foreign executive and worker have to unpermit to enter Thailand as you all know to work as usual so they have to ask for permission as a particular case and lastly as that worker are at risk or exposed to COVID-19 when they have to go out to field work so all in our COVID-19 crisis have shown that for the current production system for our Thai industry we rely too much on specific production base so this incident have caused automotive and auto parts producers to become more flexible in the future maybe by implementing diversification on our sourcing auto parts in supply chain so we have two guidelines for automotive and auto parts producer that we use to decrease our just-in-time production system and maybe we will locate our production base to other states when they can hold the production capacity and a strategy may occur that new supply chain systems such as using the same platform on automobile and auto parts within or other between different brands and also combine some parts from different level of tiers like combine tier one producer in order to shorten the supply chain so even though all in all Thailand is one of the country is capable of attracting foreign investment we are still um necessary that we need to encourage auto pipe producer to apply the automation within production process this is in order to compete with other country especially especially in ASEAN ourselves and also due to future electric automotive industry next slide on adaption after COVID-19 we have um automotive industry we have to transform to the new era which just have to consist with the global trend so we would like to Thai Automotive Institute have established like what they call um Thailand smile mobility this concept is to reflect what is the current situation after COVID-19 we have to be environmental concern we have to be super-ed society human robot collaboration urbanization and e-commerce and also all factor needs to be put in the industry to transform automatically to smile mobility so smile mobility will be consist of electrified shared automated and connected and the lastly is that um COVID-19 have create technological acceleration to our manufacturer to adapt ourselves to get on the Thai technology as you can see from internet of things big data AI for production process and all in all the the most important is automotive manufacturer need to shift their source of parts to local supplier to reduce the impact of supply chain disruption as we have been doing COVID so in turn of the market activity uh with the social distancing policy our dealer has to expand the market channel to online for introduction of the new car models and also sale to the specific preference of the consumer this is all of my presentation regarding the automotive industry in thailand thank you very much thank you very much thank you very much uh miss i hope that everything will be okay with the automotive industry in thailand and we hope so too thank you yourself oh hello okay so first of all i'd like to thank the organizers of the Thank you for letting me participate, this is a great opportunity to tell you a little bit more about our business and the possible cooperation with Thailand. Next slide please. So my name is Leo Lagransky and I am the Supplier Relations, Analytics and Coordination Department Director of Group Auto Russia. So what is Group Auto Russia? Group Auto Russia is a buying group member of the Group Auto International family and it consists of 23 members in Russia and Belarus. Most of our members deal in passenger car business, but some of them deal with the commercial vehicles as well. And an important thing is that we deal with spare parts used for the aftermarket repairs. So after the car finishes its guarantee period, usually three years, there are the aftermarket spare parts. Next slide please. One of the key advantages of our group is that it is very heavily regionalized. So our members are present in most of the regions and in all of the major cities and towns in Russia. Next slide please. So here you can see the brand portfolio with which we deal. So like 95% of that are premium suppliers and original manufacturers. They just also supply to the aftermarket. And most of them actually develop the spare parts you use in your brand new vehicles. Next slide please. So if we talk about the business, well, on this chart you can see the purchasing turnover dynamics in millions of euros without VAT, only with the brands I showed you earlier. So as you can see, we were doing actually pretty well up until 2020. And now year to date, six months 2020 to six months 2019, we're falling by around 20%. And this is still above the market average. So the forecast is that we'll fall between 10% if from now on everything goes really smoothly. We won't have any drastic exchange rate fluctuations, no second wave of the virus, nothing. Well, everything goes really good, really well. Or it can fall up to minus 35, minus 40% and then it would be pretty bad. We'll have to wait and see. Some of our suppliers are now getting pretty optimistic because June and July are actually quite active. And this is like in Europe and in Russia as well. But this is very much due to the accumulated delayed demand manifesting itself. And also due to the rise in the domestic tourism, since no one can actually go abroad. Well we'll have to wait and see. Next slide please. 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 And if we talk about the potential risk for the business, they are pretty strong for the automotive industry altogether. So we had two months of quarantine is about minus 15% of mileage, which we've lost. But the worst thing is that this is irreversible. And mileage is very important to our business, especially in Russia, because our business consists of mileage and number of vehicles. And the number of vehicles is actually stagnating in Russia. So we cannot see any growth coming from there, but we can see growth or decline coming from the mileage. And here we have about minus 15 as a forecast for the whole year. So this is irreversible loss of mileage, because if you have to, for instance, change your tires, it doesn't matter if you have to wait for a month or two, you'll still do it. But if you've not been using your vehicle, you don't have to change your oil or your brake pads or anything else. This turnover is just lost. You'll do it next year or not. Well, you will not or you do it once a year instead of two times and then the turnover is lost. For some suppliers, it is actually worse than for the others, especially for the ones who were generating most of their turnover in the high peak spring season, like the suppliers of shock absorbers. For them, people just skip through the spring season and they'll wait till the spring of 2021. This may be pretty drastic for the business. So at the same time, we see people losing jobs and businesses going bankrupt. This will probably come in at least two waves. We will probably see a second wave coming in autumn. And if you don't have a job or the money to repair it, you will certainly won't be needing spare parts. At the same time, there is a general overall continuous decline in the real disposable income of the population. And here we can see some potential for the cheaper alternative suppliers of spare parts, which can actually be an opportunity for Thailand as well. Because when you have to choose between a very expensive spare part and a less expensive one, and you see that your budget is actually shrinking, well, you may choose in favor of the cheaper one. So, but we'll have to wait and see. But we already know that this process is happening. Okay, next slide, please. So, as for the administration of the group, not for the distributor business, but distribution business, but for us as an administration, our marketing and training activities, well, we've adapted pretty fast. We have switched all of them online and there was, we didn't slow down. So, all of the training and workshops and technical training events have been now conducted via Zoom and even be online conferences, which we hold like a six or seven per year. We've switched online and even achieved greater numbers with that. So, next slide, please. So, here you, yeah, here you can see just one of our regional conferences in the offline mode. And, and on the next slide, please. Yep, here you can see how we conducted it online. So, it's pretty well organized, different rooms where you can observe some technical and commercial seminars by the suppliers. So, a discussion panel with the leaders of the market, both from the distribution side and the supplier side. So, quite interesting. But overall, concluding, I would like to say that it is very unclear how the year will end. If we'll stay on the minus 20, minus 15, minus 20 percent level, it will be considered a good result. But as someone earlier said, in any crisis, there is an opportunity and we'll hope that this opportunity will also be there for the Thailand business. So, thank you very much for listening. Спасибо большое, господин Лагранский. Я хочу сказать, что в сфере сотрудничества наших автомобильных отраслей видятся большие перспективы. У нас впереди осталось три блока. Я с большим удовольствием хочу сказать, что сейчас будет блок, который интересует многих из нас. Это блок туризма. И я передаю слово начальнику управления международного сотрудничества Ростуризма Димьяну Смелевец. Димьян. Да, добрый день, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад принять участие в сегодняшнем форуме и от имени Ростуризма приветствую всех его участников. Ну, действительно, туризм – это одно из важнейших направлений сотрудничества между нашими странами, между Россией и Таиландом. Таиланд – это одна из любимых россиян и стран в области массового пляжного туризма. И следует подчеркнуть, что за последние 15 лет поток наших туристов в Таиланд неуклонно рос. Наши сограждане стали испытывать симпатию к Таиланду благодаря гостеприимству, теплоте, уюту, тайской улыбчивости, самобытной культуре. Благодаря всему этому миллионы россиян сложилось положительное восприятие Таиланда как страны, как места отдыха. И именно это можно считать основой тех уникальных отношений, которые сложились между нашими странами именно на уровне людей, на уровне каких-то туристических сообществ. По итогам прошлого года число поездок россиян в Таиланд превысило 1 миллион и составило 1 180 000 человек. И в этой связи нам видится очень важно поддерживать взаимодействие по вопросу обеспечения безопасности наших туристов, выезжающих на опыт в Таиланд. Этому была призвана способствовать и программа совместных действий области туризма на 18-е и 20-е годы, которая была подписана в Чангмайе в Таиланде в январе 18-го года на туристском форуме стран Асиар. Также она была, программа, нацелена на увеличение совместных турпотоков. И именно на этом я хотел бы сделать акцент, потому что, к сожалению, число тайцев, которые приезжают к нам, оно уничтожено мало по сравнению с числом россиян, выезжающих в Таиланд. И всего составило по итогам 19-го года 60 тысяч человек. Хотя следует, конечно, подчеркнуть, что все больше популярность у жителей Таиланда начинает приобретать Россия. И выезжающие к нам туристы из Таиланд не ограничиваются только общепризнанными нашими туристическими центами в Москве и Санкт-Петербурге. Также их привлекает Байкал и далекий от них северный наш город Мурманск. Ну, мы, конечно, хотели бы подчеркнуть, что и в России также рады тайцам, тайландским туристам, так же, как и вы принимаете нас. Поэтому добро пожаловать. Мы надеемся, что поток тайландских туристов в России все-таки тоже будет в ближайшее время расти. Конечно, понятно, что коронавирус весь наш туризм пока приостановил, отрубил все существующие потоки. Надеемся, что все-таки скоро это закончится. Мы во времена коронавирусной и пика коронавирусной инфекции, конечно, были нацелены больше на поддержку нашей туристической отрасли, которая терпела огромные убытки, а все-таки отрасли это значимый для страны и для нашей. Ее вклад в ОВП составляет порядка 4% или около 50 миллиардов долларов в США. Вместе со смежными сферами в туризме, в туристской отрасли России заняты около 7 миллионов человек. Поэтому, конечно, особое внимание и поддержку отрасли было взялено правительством нашей страны. И, конечно, первоочередные меры тоже были направлены на развитие, в первую очередь, внутреннего туризма. Но мы знаем, что, конечно, Таиланд ждет российских туристов, и наши сограждане хотели бы выехать на отдых. Но сейчас для подготовки в целом к запуску международного туризма мы считаем важным следить за эпидемиологической ситуацией в мире и мерами, которые принимаются странами. Поэтому мы предлагаем нашим таиландским коллегам открыто обсуждать дальнейшие шаги, что позволит нам, нашим странам, объективно оценивать риски и налаживать взаимные турпотоки с учетом текущей обстановки. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за внимание. Спасибо, господин Смолевец. Я даю слово к чему-то, Таиланд Турисм Коунселу, Мистер Наронг Сутипунг Питар. Мистер Наронг? Да, мы слышим. Мы слышим. Мы слышим. Таиланд Турисм Коунселу, Мистер Наронг Сутипунг Питар, Мистер Наронг Сутипунг Питар, Мистер Наронг Сутипунг Питар Santo. в том, что в России, не только в Таиланде, но и в России, и в других странах, которые занимаются бизнесом, путешествия, и так далее. В последние годы, в том же время, Таилуизм индустрии обучение, в том, что мы ставили свои нужды, особенно, качество, безопасно, защищение и операции и сохранить свои желания в Таиланде, и возвращать обратно в Таиланде, For the less and less time at their second home Thailand. We do hope that the tourism situation will return to normal at the last quarter of 2020. 2020, and the new Norman Tourism Development as at the end of the corona COVID-19 that on people around the world has been witnesses and conducting themselves according to the government policy for the coronavirus COVID-19. According to the history, Thailand and Russia Tourism Platform would be enhancing more and more tourism benefits of both countries that could be going up high in the year 2021 and afterwards. We do hope that. Tourism Council of Thailand and members in the tourism area now would be pleased to draw efforts to our Russia Tourism Organization to help promoting the tourism of both countries for the benefit of the tourism in Thailand and Russia as well for the future to come. And we hope that Thai and Russians will enjoy the happiness in tourism together in Thailand and Russia as the time to come. Thank you from the Tourism Council of Thailand. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you very much Mr. Naronga. I really hope that the tourism industry of Thailand will recover as soon as possible, because I guess many Russian citizens would like to visit Thailand for their vacation. Thank you very much. I would like to introduce the director of the director of Tor Mayu Lamidze. Mayu Lamidze. Mayu, are you with us? Thank you YouTube. Mayu, I'm a firewall. Mayu, are you with us? Mayu, I Day in Good morning. Mayu, I'm champ leaving for the invitation to be a forward-toeим event with this forum n. Mayu will be very short, a meter, I think more than three minutes, and even less than the time will. In truth for temps, my colleagues and guests were told hug to give her això's указали, затронули все основные аспекты взаимодействия и работы с Таиландом в части туризма. Мне бы хотелось остановиться на двух моментах. Они, безусловно, тоже прозвучали уже. Во-первых, вся наша индустрия, уже не рассчитывая, как бы с некоторой обреченностью относясь к тому, что будет летом, с открытием зарубежных направлений, все-таки рассчитывает на то, что зимой наши туристы смогут выезжать в зарубежные туры. И тут Таиланд, безусловно, один из фаворитов. То есть, я бы сказала, с нетерпением ожидаем открытия границ и с нетерпением ожидаем озвучивания тех условий, на которых российские граждане смогут зимой этого года попасть на курорты Таиланда. Напомню, что на протяжении последних нескольких лет, особенно после того, как у нас закрыли Египет, Таиланд, безусловно, лидер по спросу именно в зимнем сезоне и входит в десятку наиболее востребованных направлений за год. Несмотря на то, что основной пик сезона приходится на зиму, в течение года, тем числе летом, туристы также активно ездили на курорты Таиланда. Поэтому это направление, этот рынок – один из приоритетных и российской туристической индустрии. И мы, повторюсь, с нетерпением ждем, когда мы сможем наконец, наши туристы смогут наконец поехать в Таиланд. Второй момент, который мне бы хотелось затронуть, крайне важный. По оценке туроператоров по въездному туризму на протяжении последних двух лет, Таиланд был растущим рынком для въезда. То есть мы принимали с каждым годом все больше тайских туристов. Туроператоры отмечали, что спрос там растет. Хотя пропорция, как уже отмечал коллега, господин Смелевец, если я правильно фамилию произношу, диспропорция колоссальная. То есть это речь идет о порядках. И я бы хотела напомнить, что с января 2016 года вводится электронная виза и появляются, соответственно, новые возможности для тайских туроператоров по выезду и для тайских туристов. И хочется пожелать, чтобы вот этой зимой все этими возможностями воспользовались. Соответственно, у нас была бы несколько иная картина. Из важных аспектов, важных сейчас, в данный момент, понятно, что есть некое количество граждан, которые так или иначе со стыковками или с нетуристическими целями направляются в те или иные страны. Мы активно взаимодействуем с Таиландом и информируем обо всем, что происходит в этой стране и о мерах безопасности, которые там предпринимаются. Но ждем большей активности от Министерства туризма Таиланда, готовы со своей стороны как партнеры поддержать информационные активности и информационные поддержки именно того, что делается в Таиланде для обеспечения безопасности на туристических объектах, в гостиницах, в ресторанах. То есть в тех точках, которые туристы, может быть, сейчас пока активно не посещают, но будут посещать после того, как у нас откроются взаимно границы. Повторюсь, эта информация есть, но нам хочется, чтобы ее было больше, потому что вопросов от туристов мы получаем много. Ну и в завершении хотелось сказать, что, в принципе, довольно открытое и взаимоконструктивное сотрудничество с бизнесом происходит, сейчас между бизнесом, туроператорским бизнесом России и Таиланда происходит нон-стоп, несмотря на то, что мы пока не можем путешествовать. В частности, Министерство туризма Таиланда, для того, чтобы турагенты не забыли, что такое курорт Таиланда, продолжают вести обучающую академию, в том числе на нашей площадке, это очень востребованный продукт, и это хочется приветствовать, потому что все кризисы заканчиваются, даже такие непривычные, ни с чем нельзя сравнить то, что происходит сейчас в связи с пандемией, в том числе все заканчивается, и рано или поздно мы выйдем на некий более-менее привычный уровень жизни, и каждая сторона должна быть к этому готова. Мы призываем Таиланд вместе с нами, готовы в этом помочь, не забывать про российских туристов, и мы, со своей стороны, не забываем про Таиланд. Спасибо большое, госпожа Ламидзе. Надеюсь, что действительно все у нас получится, взаимные границы будут открыты, и у нас будет возможность отдохнуть. Спасибо. Я стараюсь с нами, в блог, в Аграфуде индустрии, я хочу дать слово к главному фотоэндустрии, клубу федерации Таи индустрии, и к главному фотоэндустрии Таи фотоэндустрии, Мистер Викки. Я знаю, что вы получаете презентацию, Unfortunately, we technically cannot load it now, but I promise you that I will forward it to all the participants of our event afterwards. You are welcome, Mr. Limley. Yes, thank you, Mr. Scheer. Excellency Mr. Scheer, ladies and gentlemen, I would like to share the food situation in Thailand. During the pandemic, we can confirm to the world that we have enough capacity to produce our food, not only for our domestic consumption, but to the world also. In 2019, the estimation of food and agro-based product export value in the global market was $863 billion. And Thailand was the ninth exporter of 3% market share with $27 billion. But the first five months in 2020, impact from pandemic of COVID-19, the top 10 exporter countries were decreased the value around 20 to 40% of their product income. While Indonesia shrank 79% of value. But Thailand, we still can export even the value is dropping down a little bit. But Thailand, Thai food and agro-products import source in 2019 and 2020. The top three importing source of Thailand were China, Brazil and America. Russia was the 52 import source of Thailand. And we think we can do more with importing parts from Russia. In 2019, the number one of Thai exporting countries was Japan with 34% share or $3.5 billion. following by USA at $3.5 billion at 22.6% share. Russia was the 34th destination country of Thailand that we export to $120 million of value. And we need to do more our effort to export more to Russia also. And Thai food product export to the world in 2019 and 2020. What we have, what kind of food of Thailand export to the world. In 2019, the top five product groups that Thailand export was sugar and its products of 7.6 billion or 20% share. Followed by 14% of processed seafood. 11% of ready to eat and snack and processed meat. And 10% of drinks. Total export value in 2020 from January to April was 2% down. Anyway, several products groups were increased their market demand such as ready to eat. Snacks increased by about 5% and processed food and vegetables increased by 14%. Condiments 7% and rice and cereal products increased by 2%. And what Thai food operators do during in COVID-19 during the COVID-19 pandemic situation, consumers worry about their health. Food safety was the top concern when they make decision to buy. Thai food operators very aware of the consumer needs. Although our products have been produced under control standard of GMP, HACCP and many others. We also top up our strain procedures relating to the personal health screen. Stringent process food hygiene. Social distancing management and training of the emergency plan to our employees to enable practice of right action when found any suspicious case. For the personal health screen and hygiene, everyone who will enter the production area must be ensured that they have never been to the risk area. Pass through double health check situation by thermal scanning. Then wash the hands with soap sanitized by alcohol prior to wear personal protective clothing, such as a cover net, face mask, apron, clothes and boots. At pre-entrance, boots are also sanitized by coordinated water corners and scrubbing machines. In the processing area, all equipment, machines and areas are cleaning and sanitizing more frequently. Employees' management to comply with the policy of social distancing. Moreover, processed foods are packed in the sealed container to prevent contamination from the liver to consumers' hands. To practice, as all mentioned, we enable to ensure that Thai food products are safe for consumption. And we hope we can have more business with Thai and Russia. Thank you, Mr. Chair. I hope that everything will be okay with the cooperation in the agro-food industry. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much for the opportunity to speak here. I would like to talk to you about the future of the previous speaker. Because, indeed, not to the extent of the pandemic, the industry is very, 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 very. And this is probably one of the opportunities of the cooperation in our countries. As definitely we know Thailand, not only for tourism, but also for food production, as well as Russia is also quite strong in food producing as well. The next slide, please. Oh, thank you. So, I would like to briefly introduce the platform because we have a very shortage of time. Agro-World Trade is the first global B2B marketplace specialized in agricultural and food products, actually food commodities, in five main areas, which are meat, fish, cereals, dairy products, vegetables, and fruits. The unique of the platform is that it can provide not only the online solution, which is very much a case for many platforms when you can meet either buyer or seller, but it is the full process of trade, which is backed by offline services, meaning their settlements, logistics, well, shipment itself. It is specialized in wholesale trading. It's also another feature which is unique for the platform. So, it's already more than 12 countries all around the world. We are now talking about inputs, exports, Russia, Thailand. Well, however, it is much larger than that. So, it is fit and it really copes with many more countries in the world. As I mentioned, this is the both online and offline system, which actually every buyer and seller can register on the platform, go through the KYC and then be able to trade with many countries. The next slide, please. So, what is unique? First of all, this is the breakthrough for the market itself. Because, well, traditionally we know that the food commodity is mainly or traded manually, meaning their procurement managers and wholesale companies, they usually use their channels, historical channels. Though the market is growing and it's because of the population is growing, it's getting more and more opportunities. And with the IT solutions, it can be considered differently. In the system, what is the unique? Because it is the system, it is transparent, it's worldwide, you can simultaneously deal with many geographies at the same time. It is translated into now five languages. So, you can trade in your native language. It is converted into local currencies. So, it's already a solution which can be provided in the platform, which is really very useful. And it is a variety of choice, contrary to your manual address or book. You can now, for example, today, you can deal with Turkey. For example, well, there is a group there and there is a supply from there. And the next day, well, more competitive prices are in Thailand. And so, the buyer can easily switch from another geography and deal with them. And because we are talking about wholesale, it is important for large buyers and large companies to be able to route easily through different geographies and to match pricing and quality solutions. Well, the next slide, please. Well, as I say, this is why it is unique. Because we all know that we can easily buy any products on main worldwide known marketplaces. For example, some such machinery or such equipment or gadgets, et cetera, et cetera. But if we stick seriously, there are no, almost no specialized platforms for agricultural food commodities. And there is the niche where we see that we can grow and we have an ambition to grow as large as the large worldwide platforms. And the next slide, please. And as I said, there are a few roles which can be done on the platform. Well, suppliers, suppliers from all over the world. And of course, well, Thailand is a bigger supply of food and vegetables, for example, into Russia. So it's a perfect match. And suppliers can easily register on the system and go through the KYC and then be able to trade, as well as the buyers. Buyers, because this is wholesale, they are mainly large traders. They are commodity exchanges, because we have already a number of agreements with commodity exchanges in different countries, including Russia and China, for example. They are also large retail networks of supermarket chains. They are also big buyers of the food commodities. We are bigger importers than exporters. The uniqueness of the system that in each and every case, it is backed up by the offline services provided by a so-called service provider. And this is a specialized company, then what concludes an agreement, framework agreement with both supplier and buyer in advance, where all the terms and conditions are met. So each trade is done very simply and very transparently. It is done also in the way of auction. So the trade can be done, including some negotiation on pricing and terms, which is very easy. And in most cases, it's very important for both parties, as well as for transparency itself. So in this case, with Thailand, we heavily rely on our cooperation with Russian Thai Business Council. And we know that there is a lot of Thai companies that might be interested in the platform. And we would like to cooperate. And we will be able to make a specialized mirror window Russian Thai input expert of food products in the system. And we believe it will grow in cooperation with the Russian Thai Business Council. If you can go to the next slide. So this is the current geographies where we have offices. As I said, a number of countries is much wider than that. Well, however, we are growing. And so this is only the beginning. So we will be able to add Thailand as well once the business grows to the level. Well, please contact us. There are contact details shown on the bottom right of all the slides. And we will be able to talk about specialized business. And I'm sure it will help us to grow the cooperation of export and imports between our two countries. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sun. I hope that all of us will get from Thailand. The Russian-Thiolands Council will give you the support. We will begin to reach the班 block of potential investment and export cooperation. I will ring the 일본-Thiolands Council to raise the position of the Thai. The Russian-Thiolands Council is a member of the Tha. of the Ministry of Laborat. Nikita Tirkacácian, a00-Pasal. Nikita, a00. Nikita, a00. Nikita, a00. Nikita, a00. Nikita, a00. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, так до сих пор не слышно. Может попробовать перезапустить звук? Никита, я с вашего позволения передам слово следующему докладчику, а потом, я надеюсь, наши специалисты вернутся, и мы сможем продолжить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Югра занимает высокие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России. Объем инвестиций в основной капитал стабильно растет. По итогам 2019 года объем привлеченных инвестиций составил порядка 956 миллиардов рублей. В 2022 году мы планируем преодолеть планку инвестиций в триллион рублей по году. В Югре разработана и действует прозрачная система мер государственной поддержки инвесторов. Ключевой инструмент – это институт поддержки бизнеса, это совет по инвестиционной деятельности, который возглавляет губернатор Югры. Хочу похвастаться, неделю назад Югра приняла закон о защите и поддержке инвестиций и капиталовложений. Сегодня мы готовим все необходимые подзаконные акты, поэтому ждем инвесторов к нам. Особенно хочу отметить активность. Можно переключить картинку на докладчика? Благодарю вас. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. В Югре крупнейшими транснациональными корпорациями задан высокий тон деловой и инвестиционной активности. Хочу отметить, что сегодня на территории Югры добывается 42% всей российской нефти, а по мировым расценкам на территории Югры добывается 5% всей нефти. В настоящее время компании выстраивают свою корпоративную политику, уделяя большое внимание автономному округу. Созданный благоприятный налоговый климат в Югре является одним из конкурентных преимуществ перед другими регионами. А его стабильность – залог поступательного социально-экономического развития. Во всем этом основным принципом нашей работы остается баланс интересов государства и бизнеса. Вы нам инвестиции, мы вам налоговые льготы и гарантии стабильного развития. Следующий слайд, пожалуйста. Югра – экспортно-ориентированный регион. В общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится 93,5%. На экспорт идут в первую очередь минеральное топливо, нефть и продукты перегонки, битомные вещества, древесина. Основные экспортные поставки региона у нас идут в Германию, Китай и Нидерланды. Среди приоритетных направлений несырьевого экспорта Югры возможно были нефтесервисные услуги, лесоперерабатывающие и агропромышленные комплексы, въездной туризм, а также научно-технологические решения. Продукция югорского агропрома пользуется спросом в странах Европы и Азии. Следующий слайд, пожалуйста. В Югре определены наиболее перспективные направления деятельности субъектов малого предпринимательства, сконцентрированы финансовые и административные ресурсы. Сфера, которая по нашему мнению может быть особо интересной для бизнеса, это придорожный сервис. Его развитие – один из важнейших факторов формирования в Югре туристическо-реакционного кластера. Предстоит большой фронт работы, о чем говорит в частности то, что предполагается увеличение числа объектов придорожного сервиса почти в два раза. Следующий слайд, пожалуйста. Топливно-энергетический комплекс остается ведущей отраслью российской экономики, поэтому Югра традиционно является локомотивом роста экономики страны. Одним из приоритетов региона является диверсификация экономики. Именно нефтегазовые компании заинтересованы диверсификацией и могут направить в нее значительные ресурсы. Обращу внимание, что расходы нефтяных компаний на нефтесервисные услуги составляют почти 200 миллиардов рублей по году. В этой связи рынок нефтесервисных услуг представляет огромный потенциал для инвесторов. В завершении хочу сказать, что игра удивительно красивый, щедрый, гостепринный регион со своими традициями и обычаями, которая несет в себе тысячелетнюю историю. Мы будем рады всем гостям, которые смогут приехать в наш округ, чтобы убедиться в справедливости рожденной у нас поговорки. Увидеть Югру, влюбиться в Россию. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин Милькес. Надеюсь, это послужит хорошим лозунгом для наших гостей из Таиланда. И действительно, в вашем регионе вы увидите новых гостей, которые полюбят Россию. Я прошу режиссера уточнить, у нас с господином Деркач как связь обстоит? Алло? Коллеги, скажите, пожалуйста. Коллеги? Коллеги, я вас не слышу. Повторите, пожалуйста. Давайте переходим. Коллеги, расскажите, пожалуйста, что происходит с господином Никитой? Нет. Коллеги подсказывают, что нет связи с Никитой. Хорошо. Я надеюсь, в ближайшее время, возможно, появятся возможности Никиты к нам присоединиться. А в настоящий момент я передаю слово для обобщения мнения бизнес-сообщества вице-президенту торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимиру Падалко. Алло? Да, коллеги? Все? Мышная палата сейчас очень обеспокоена... Можно с самого начала, пожалуйста, обеспокоена состоянием российско-тайландских торгово-экономических отношений? Дело в том, что по результатам 2019 года у нас было зафиксировано падение товарооборота почти на 10%. И, соответственно, это связано и с конъюнктурой цен на углеводороды на мировом рынке, и то, что 50% доли нашей торговли составляет именно этот сегмент. Падение продолжалось и в 2020 году. По итогам первого полугодия оно составило более чем 30%. А это очень высокий показатель. Мы таких показателей давно уже не фиксировали. Причины те же, плюс, соответственно, пандемия COVID-19 и прекращение всяческих обменов по части культуры, туризма, лечения наших граждан на курортах Таиланда. Поэтому сегодняшнее мероприятие, которое проводит деловой совет и один, и второй, мы расцениваем как попытку не просто реанимировать, а подтолкнуть наши деловые круги к работе на новых участках. Углеводороды были, есть и будут. А вот те направления, которые сейчас подсказывает наша практика, могут заработать, нам их нужно развивать. Прежде всего, это агропромышленный комплекс и все, что связано с торговлей на этом направлении. Хотелось бы отметить необходимость, наверное, усилить нашу работу в сфере фарма. Здесь у нас есть все предпосылки и для производственной кооперации, и для строительства углубленных цепочек торговли готовыми продуктами фарма и субстанциями. У нас сейчас проявился интерес в кругу, бизнес-кругов, которые работают по части деревообработки. И здесь продукция и российская, и тайская, они востребованы и на одном, и на другом рынке. У населения, у российского, большой интерес к косметологии, которая сейчас очень неплохо развита в Таиланде. И движение в эту сторону наших компаний также может привести к успеху. И, естественно, конечно, сегодня во главу угла можно поставить вопрос о развитии наших связей в сфере телекоммуникаций. Сильное направление мы сейчас в России очень добавляем по этому сегменту, и могли бы выступать в качестве подрядчиков очень больших проектов, которые в этой сфере пытаются и планируют реализовать Таиланд. Я поблагодарил бы прежде всего Валерия Барченко, который возглавляет у нас сегодня Российско-Тайский деловой совет в его начинаниях на тайском направлении, и поблагодарить тайских наших партнеров, которые также стремятся поднять наши отношения на новый уровень. Пожелаю вам всем всяческих успехов. Спасибо. Благодарю вас, господин Падалко. Подскажите, у нас связь восстановилась с Никитой? Никита, у вас микрофон выключен. Включен. Слышно меня? Да, все. Рад вас видеть. Спасибо, да, взаимно, взаимно. Хотел бы поблагодарить за участие в форуме, хотел бы сразу поблагодарить также Таркпредства России в Таиланде, всех сотрудников настоящих и перешедших в другие министерства, в том числе Олега Масленникова. Спасибо за терпение и за помощь. Хотел бы обратиться к результатам прошлого нашего форума, нашего бизнес-форума. Прошло уже достаточно времени, в принципе, можно подвести некоторые итоги. Они не такие радужные, однако компания «Работотехника» заключила несколько контрактов. Что касается компании «Конкордии», которая была представлена на прошлом форуме, это умная мебель для, так сказать, мегаполисов, для городов. Эту мебель закупает Минобороны России для своих моногородов. Мы попробовали воспользоваться приложением BYUI для того, чтобы завести инвестиции непосредственно на эти технологии в Таиланд. Но вот уже восьмой месяц у нас нет результата. Собственно, не зависящим от нас, так сказать, вопросом, это, я хотел бы это подчеркнуть, потому что здесь присутствует представитель BYUI, может быть, им будет это интересно. Умная мебель, значит, ее представляли в том числе и на Московском, когда приезжало правительство Москвы сюда, в Бангкок, она тоже была представлена, то есть были хорошие интересы, то есть по этой, значит, мебели. В чем она интересна для Бангкока? Она мерит загрязнение воздуха. Вы знаете, какая ситуация в Бангкоке с этим. То есть и она дает в режиме реального времени понимание о том, насколько воздух загрязнен и так далее. То есть там масса всего, на самом деле здесь не перечислили это быстро. Также она была представлена в Бангкоке, администрации в Бангкоку. Они тоже очень сильно заинтересованы, но, как я уже сказал, в 8 месяцев даже больше, даже с учетом того, что нам помогает арк-преста в этом вопросе, ну вот мы не можем добиться никакого результата от BYUI, к сожалению. Проблематика такая существует. Я думаю, что все воспринимают критику здесь адекватно, в том числе наши тайские коллеги. Без этого, наверное, движение вперед было бы медленнее. Так, дальше хотел бы поговорить о той же проблематике. Это, ну, собственно, вы видите презентацию. Это тот сектор бизнеса, который пострадал больше всего в период COVID-19. Это малый и средний. В Таиланде, по данным Крунгси Банка, малый бизнес 19%, в средний примерно 13,5%. Вот, значит, в России примерно та же ситуация. Здесь представлена аналитика от наших, так сказать, партнеров и друзей компании Аватор. Были, значит, данные по результатам онлайн-касс. Вот, 300 тысяч касс было примерно, так сказать, статистика взята прошлого года и 650 тысяч онлайн-касс в этом году. То есть, ну, показатели вы видите. Наверное, теперь о хорошем. Можно следующий слайд. То, чем мы занимаемся сейчас, да, последний год, это, так сказать, помощь среднему и малому бизнесу через определенный инструмент. Это инструмент называется TDC. Первый наш инструмент, который мы запустили, работали по нему в течение года. Это инструмент представляет собой склады с товарами тайских производителей на территории России. Если можно переключиться на следующий слайд, мы потом вернемся к предыдущему. Я сразу покажу. То есть, это склады во Владивостоке, в Сибири и в Москве. Мы разделили, так сказать, разграничили сферу снабжения, скажем так, на три сектора. И сейчас это вот работает именно в таком виде. Можно обратно вернуться? Предыдущий слайд, да. Здесь небольшая ошибка, не Амазон, а Алиэкспресс. Значит, мы даем... Нет, следующий слайд. Мы даем тайским производителям возможность выхода на электронные площадки. Сейчас уже, в данный момент, производитель тайской косметики, скажем так, каких-то товаров народного потребления и так далее, может разместить свой товар на площадках электронных в России. То есть, это Валберис, Озон. И вместо Амазонка здесь должно быть Алиэкспресс. Тут небольшая ошибка. Значит, по поводу складов я уже сказал. То есть, TDC тем самым схлопывает расстояние между, значит, Таиландом и Россией. То есть, уже представлены товары, которыми могут воспользоваться и дистрибьюторы, и сети торговые по непосредственно предложению производителя. То есть, цена производителя плюс доставка. Это упрощает торговлю. Мы уже работаем с несколькими брендами тайскими. Наверное, может быть, кому-то будет, если интересно, то мы можем, так сказать, отдельно об этом рассказывать. Много информации. Значит, также мы создали онлайн-каталоги производителей тайской продукции, различных абсолютно. То есть, это все доступно на tdc.org.ru. То есть, можно заказать сейчас товары в любом количестве тайских производителей. Это удобно. То есть, это все делается онлайн. Это уже создано. В общем-то, мы этим занимались год. Ну, так как вот COVID нас застал врасплох. Вернее, не застал. И вот, в общем-то, мы вывели этот продукт уже на рынок. Этим можно пользоваться. Что касается российского экспортного центра с февраля, я являюсь экспортным советником торговым. И мы произвели примерно ту же самую работу за уже более короткое время, скажем так, потому что уже рука была наработана с нашим российским тайским дистрибьюторским центром. Значит, это тот же самый легкий доступ к онлайн, к маркетам Лазада, Шопи и Лайншоп в том числе. Тот же самый логистический хаб, находится он в Чонбури, и интернет-каталог российских товаров. Значит, тех товаров, которые мерят сертификат Made in Russia, в том числе. То есть тайские дистрибьюторы, агенты могут заказывать необходимое количество товаров именно в онлайне. То есть, ошелять заявки. Мы их отрабатываем. Какая проблематика, хочу сказать, значит, о том, что нам необходимо для того, чтобы это работало лучше. Можно следующий слайд? И еще следующий. Здесь карта, здесь все понятно. Да, значит, нам в краткосрочной перспективе по TDC нам необходимо финансирование на маркетинговое продвижение товаров и на маркетинговое продвижение товаров. Значит, то же самое нам нужно от РЭЦ. Но здесь, чтобы получать финансирование, нужно открытие представительства РЭЦ. Это можно сделать на нашей базе, на базе офиса торгового и экспортного советника РЭЦ в Таиланде. мы ее предоставим. Финансирование на промо-акции, на промо-акции российских товаров. Это вот прям необходимо нам, как кровь, скажем так. Значит, в долгосрочной перспективе мы бы хотели, конечно, увидеть соглашение о свободной торговле. Да, это, конечно, очень будет, окажет большую помощь в большую помощь окажет для того, чтобы конкурировать с производителями от других стран. В Вьетнаме, например. Прошу обратить на это внимание. И частичное субсидирование на доставку, если пока невозможно соглашение о свободной торговле, то это частичное субсидирование на доставку товаров. Это уменьшит стоимость товара в конечном потребителе и даст возможность конкурировать с производителями других стран. Значит, какое решение мы предлагаем? Это письмо обращения в DITP, в Департамент International Trade Promotion, Министерство коммерции Таиланда от всех заинтересованных организаций, участников форума в помощи малым и средним предприятиям на предоставление финансирования на макетинговое продвижение товаров производителей. Таиландских производителей и от РЭЦ мы бы хотели увидеть такую же помощь. Но это самое простое. То есть наши инструменты, которые уже здесь созданы, они работают, они требуют поддержки. Это все, что нужно на сегодняшний момент. Наверное, у меня все. Пожалуйста, спасибо большое за предоставленную возможность выступить. Спасибо. Никита, благодарю вас. Спасибо большое. Очень интересная инициатива в адрес Департамента продвижения международной торговли. Я хочу предоставить снова председателю Российско-Таанского совета Валерию Барченко и выступить его с заключительным словом. Благодарю. Дорогие друзья, господин посол, сегодня мы выслушали большое количество экспертных мнений и позиций как с российской, так и с тайской стороны. Смею надеяться, что данные мнения представителей бизнес-сообщества наших стран позволят найти наибыстрейшие и наиболее эффективные выходы из-за сложившейся ситуации. Все озвученные сегодня инициативы и документы будут собраны и переданы нами в соответствующие ведомства и министерства. Также хочу сообщить, что 30 июля Российско-Таиландский деловой совет совместно с Советом по инвестициям Таиланда и Министерствам экономического развития России проведет онлайн-семинар, посвященный возможности амминистрационного сотрудничества в агропродовольственной сфере. Будем рады видеть заинтересованные стороны на семинаре. Все участники форума также получат соответствующие извещения и порядок присоединения к семинару. Сегодня хочу поблагодарить всех участников и сказать большое спасибо тем, кто принимал участие в подготовке Российско-Таиландского бизнес-форума. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, успехов и пусть ваш бизнес процветает. Спасибо и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok